за деньги. И называется он кемпингом. На входе надо заплатить минимум 200 рублей. В стоимость входит душ с горячей водой, электричество, вывоз мусора, стоянка для палаток бесплатная. Здесь дикари, можно сказать, в безопасности. Есть пункт полиции, дежурит врач и бочка с водой на случай пожара. Судя по номерным знаком машин, в этом кемпинге отдыхают дикарями люди из разных регионов России. Например, семья из Хаты-Мансийского автономного округа. Ради такого отдыха они ехали пять суток с другого конца страны. И не пожалели. 11-месячный Миша улыбается, а значит, вся семья довольна. Решились очень просто, спонтанно. Решили поехать, купили палатку. В этот же день поехали. Взяли все снаряжение. Довольны. Дети не капризничают, нравится. На еду ежедневно уходит 500 рублей, говорит хозяйка. Но все зависит, конечно, от меню. Так мы завтракаем вот консервами разными, кашами. Для тех, кто совсем одичать не готов, есть кафе. Средний чек 300 рублей. На территории расположен и рынок. А вот в этом кемпинге любители комфорта привезли с собой генератор. Затрат больше, зато работают телевизор и микроволновка. Хочется свободы, хоть и холодных, и расслабиться. Не зависит ни от каких правил. Манят туристов сосны, чистый воздух и необыкновенно прозрачное море. Надоели всякие гостиницы, рестораны. Хочется быть ближе к природе. Такая близость к природе и в деньгах выйдет дешевле, чем отдых в отеле. 200 рублей в сутки против полутора тысяч в самой дешевой гостинице. Либо и вовсе бесплатно, но и абсолютно без сервиса. У меня сегодня юбилей.